В магазинах городского округа Люберцы продолжается мониторинг цен и наличие товаров первой необходимости. На этот раз проверка прошла в сетевом супермаркете на третьем почтовом отделении. К рейду присоединилась и наша съемочная группа. То, что хотела, я начала. Ассортимент, конечно, большой, всего много, постоянно у них здесь завозят все. Пустых полок действительно нет. И молочной, и мясной, и рыбной продукции вдоволь. И даже ажиотажного сахара несколько видов от 74 рублей за килограмм. Но в отличие от предыдущего месяца, очереди желающих купить его уже нет. Проблем с логистикой у нас нет. Все хорошо. У нас каждый день поставка идет. Крупы все есть. И гречка, и рис, и любой. Пожалуйста, берите на любой вкус. С чем-нибудь даже. Широкий ассортимент – это хорошо. Но самое главное – цена. В этом супермаркете подскочила стоимость макаронных изделий, крупы и средств личной гигиены. Затем, чтобы ценники не продолжали расти дальше, следит руководство городского округа. Мы работаем с Министерством потребительского рынка Московской области, где мы отдаем туда информацию. Если есть какие-то малейшие недостатки чего-либо, либо цены идут. Все это дело мониторится. Отрабатываем с сетевыми магазинами. И я думаю, что эта тема регулируема. Сообщать о завышенных ценах на продовольственные товары или отсутствии продукции первой необходимости могут и жители Люберец. Как и прежде, основные площадки, соцсети, почта главы городского округа и портал Добродел. Луиза Игеазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.